про мам и сыновей давай женись делай маму сиротой по статистике около 54 процентов детей в россии растут в неполных семьях чаще всего это означает что без отца и больше половины тех кто сейчас читает этот текст женщины у которых нет мужей но есть сыновья и они порой размышляют насколько им было бы легче воспитывать ребенка будь у них муж мальчику нужен отец и все такое на самом деле мальчику прежде всего нужна адекватная мать остальное только бонус если у мальчика есть такая мать и доверительные отношения с ней все у ребенка будет хорошо это конечно не заменит ему отца замечательного но намного лучше отца номинального которого с трудом терпят лишь бы был это ложный посыл на дворе 2017 19 20 25 как вам удобно и пора понять что модель семьи и реальность вокруг роли мужчин и женщин в браке и в жизни все это сильно изменилось да отец конечно желателен но горевать о его полном или частичном отсутствии пытаясь самой изображать суровое мужское воспитание не стоит последствия могут быть грустными вы даже не представляете насколько вообще отцы в россии традиционно принимают мало участия в формировании ребенка у нас зона ответственности мужчины это деньги работа роль цербера и цепной собаки в семье чтобы отец и мать вносили одинаковый вклад воспитания отпрысков пока редкое исключение печально но факт конечно не здорово что сын не ходит с отцом на футбол не учится разжигать костер сурово по-мужски дружить и пить пиво но мамские проколы чреваты гораздо более серьезными последствиями с которыми собственно я и сталкиваюсь ежедневно анализируя проблемы пациентов ведь все мы в этой в той или иной мере жертвы собственных матерей это надо было подчеркнуть как обычно выглядит жизнь без отца у мальчика есть мама бабушка если сильно повезет то еще и тетя иногда 2 и начиная с роддома кругом одни женщины детсад подскакиваем проскакиваем там кроме сторожа ни одного мужика в школе то же самое физрук и трудовик обычно сильно пьющие и не считаются тут же в школе ребенок получает от женщин первый опыт унижения и подавления а у нас не в чести родителей будет сказано что они не берут в сторону детей а вместо этого жестоко выступают на стороне пед коллектива приходит мальчик с мамой допустим на выставку там процентов 8 посетителей женщины приходите поликлинику библиотеку в дом пионеров который сейчас домотворчество это же видит одних женщин и взаимодействуют только с ними и так до лет 15 а что в это время происходит у него дома там бывает по-разному но в любом случае мать главный человек его жизни и она воспитывает строит требует подчиняет влияет если эта женщина не очень волевая может даже слабая в отношениях с сыном она давит на жалость и чувство вины рефрен ты как с матерью разговариваешь ты меня в гроб вгонишь я одна на тебя тебя на себе тащу разрываюсь разрываясь между работой и домом а ты и так далее и тому подобное далее следует слезы сопли по поводу того какие мы с тобой сиротинушки когда заканчивается детский начинается подростковый возраст добавляется еще и причитание какой ты был хороший мальчик когда маленький был а теперь стало быть уже плохой многие женщины при этом страдают истерическим неврозом и ежевечерне или чаще устраивают скандалы из-за невымытой чашки брошенных под кровать носков и конечно не выученных уроков мальчик становится тревожным невротиком из физиологических последствий тики заикание экзема нейродермит и вырастает он такой инфантильный затюканный опекаемый несамостоятельные простите что сегодня долго очень